Роскомнадзор выявил 24 мошеннических сайта, которые предлагали гражданам различные инвестиционные портфели. У компаний не было лицензий Центробанка, подтверждающих возможность работы на фондовом рынке. В интернет-пространстве случаев финансового мошенничества становится все больше. Завидным разнообразием отличаются схемы обмана пользователей. Как распознать мошенников и как проверить легальность их деятельности? Читайте об этом на нашем сайте.